Всем привет! С вами Денис Давыдов на канале Gunsroom и сегодня восьмой выпуск нашей программы. Сегодня отвлечемся и поговорим не об оружии, а об амуниции. Разумеется, мы иногда это будем делать, потому что это магазин военного антиквариата. И, соответственно, тут возможны разные предметы, и не только оружие или деактивированное оружие. Итак, естественно, сегодня, когда мы будем говорить о немецкой каске, я не просто вам ее покажу, но и, наверное, немножко введу, так сказать, в экскурс дела. Чтобы пополнить ваш багаж знаний, чтобы вы знали, что к чему, как, какие каски у вермахта были, у нацистской Германии, сколько они стоят на мировом рынке, из чего они преимущественно делаются и так далее. Вот эта каска, которая представлена здесь у меня, это каска М40, М40, дробь 66, что означает ее размер, и она относится к роду войск СС. То есть, вот, здесь находится у нас принадлежность к нацистской Германии, здесь же мы видим Декль СС. Шатстаффе. Переводится СС Шатстаффе с немецкого, что значит отряд охраны. Итак, давайте поговорим об истории касок Второй мировой войны нацистской Германии. Всего у нацистской Германии было три разновидности касок, не три вида. Естественно, Германия, как страна, которая очень серьезно готовилась ко Второй мировой войне, она имела для разных видов войск разные каски. То есть, для пожарников это каски одни были, для десантников это другие, то есть, это не так в Советском Союзе. Для эсэсовцев это третьи. Но, в общем, были стандартные три каски. Это М35, это М40 и М42. Вот этими, в основном, тремя касками, которые были, так сказать, потомками касок Первой мировой войны. Ну, это непосредственно касается М35. И впоследствии, каждая из них впоследствии упрощалась с течением времени. То есть, М40 проще, чем М35, а М42 проще, чем М40. С чем это связано, я вам объясню. Значит, в 1935 году, при модернизации касок Первой мировой войны, была выпущена каска М35. Ну, соответственно, все они называются по году их основания, введения, так сказать, в амуницию вермахта. И убрали вот эти вот лишние рога, которые были в Первой мировой войне. То есть, убрали все лишнее, все ненужное. Она, в общем-то, примерно похожа на эту каску. Она не то, что примерно похожа, она практически абсолютно похожа. И только профессионал может увидеть, что там есть некие различия. То есть, различие заключается только в нескольких моментах. Это вот, видите, тут воздушное отверстие проветривания. Оно состоит там из двух частей. То есть, еще один элемент дополнительный там вставлен. Шайба, которая запрессована. Тут это просто отверстие, которое выдавлено изнутри. Не просверлено, конечно, а, так сказать, выпрессовано. И закруглено. Также, концы краев и на М35, и на М40, они как бы загнуты вовнутрь. Вот, чтобы они острые не были. Подшлемники, вообще на всех трех касках, они одинаковые. Также, М40, они более овальные, чем каски М35. Это можно будет увидеть только если каску... Вы имеете и те, и те каски, и вы реально это увидите вживую. Тогда вы поймете эту разницу. Так, увидев в разное время эти каски, вы подумаете, что оно абсолютно идентично. Каски у немцев достаточно неплохие. М35 была достаточно легкой, там, 1300 грамм. Это потяжелее, понадежнее. Это хорошие каски. Итак, что тут упростилось? Значит, с появлением в 1940 году М40 появилась... Ну, началась, как вы знаете, уже в 1939 году Вторая мировая война. Касок понадобилось больше. Соответственно, нужно было уменьшить время производства. Соответственно, эти отверстия, из них убрали фурнитуру. И сделали их выдавленными наружу и закругленными. В 1942 году, когда выпустили каску М42, вот это вот закругление металла вовнутрь, оно исчезло. И просто была каска прямая. Просто металл. Ну, а тут шли обычные просверленные дырки. Это самая была простая каска М42, когда уже практически вся Германия участвовала в войне. И заниматься нужно все облегчить в производстве. Просто максимально. Итак, касаемо непосредственно вот этой каски. Я, в общем, ввел вас в курс дела касок. Теперь непосредственно вот об этой каске поговорим. Это каска. На ней две декали. То есть, вот эти вот как бы наклейки в краске, они называются декали. Ну, на фарфоре тоже подобное есть. То есть, слева это всегда означает принадлежность к Германии. Справа к роду войск. Кстати, на касках М42 принадлежность к роду войск, оно в принципе исчезло. Окрас каски, он у всех касок, конечно же, не такой вот шершавенький, как тут. Как мы здесь видим. Он гладкий, как вот у советских касок, вы видите, и окрашен там в темно-зеленый цвет. Но многих солдат уже непосредственно в бою. То есть, эта каска адаптирована под непосредственно службу. Как будто бы ее взяли с служивого человека, который несколько раз служит. Несколько лет служит, простите. И они что делали? Естественно, вот такая вот поверхность, она меньше заметна, чем глянцевая поверхность новой каски. Они смешивали краску с песком или с опилками и красили. И получалась вот такая вот шагрень шершавая. Она менее заметна. Тоже делали эсэсовцы, потому что в лесу, когда ты там лазишь, но это более брутально смотрится. Это менее заметно. Это правильно. Это элемент маскировки. Вот, собственно, и все. Что касается этой каски, очень важен такой факт, что обычная вермахт-каска имела только одну деколь, которую я вам показал слева, вот здесь, со свастикой. Справа эсэс. Она, такая каска встречалась значительно реже. И вот эта каска, в ней оригинален полностью изначально только сам котел. То есть вот этот вот котел, это вот сама каска, металл, называется котлом, в общем, на жаргоне. Этот вот котел был найден реставратором в Белоруссии, в болотах, в метановых, где она вот так вот идеально сохранилась. Разумеется, при таких раскладах подшлемник весь выгнивает. Деколи все сгнивают. Ну, они сходят, они не сгнивают. Металл в болоте же остается, если он в вакууме находится или в газе, он остается крепким. Ну, покрытый легкой-легкой пленкой ржи. А, естественно, кожа и цвет мед, вот, как видите, это же цвет мед, он выгнивает. Соответственно, взяты были вот такие котлы. Это чаще всего вообще в этом мире делается, находится или поскупаются вот в России, на территории бывшего СССР вот такие вот котлы. Они максимально сохраняются. В земле он не сохранится, он сгниет. Ему можно проломить ногой, этот котел гнилой. Чаще всего они встречаются с дырками, прострелянными снарядами, пулями и так далее. Они тоже меньше представляют интерес, хотя их можно заделать. Вот этот вот подшлемник, смотрите, он, естественно, новодельный, но сделан он вручную, я это знаю. То есть, все вот это, эта вот жесть, она оббивалась, прикреплялась, кожа вырезалась по лекалам, кожный ремешок вырезался по лекалам. Все это реставратором делалось вручную по лекалам, по размерам того времени. Также наклеены декали современные. Покрыто все это шагренью. Ну и для полной идентичности это покрыто сеточкой. Ну как это имели такие серьезные, брутальные войны, которые, так сказать, ну что характерно для СС. Да, потому что все-таки СС это элитные отряды. Но несмотря на то, что они творили самые страшные преступления, все-таки, конечно же, там какие-то простачки не служили. В отличие от простого вермахта. Поэтому эти люди обладали большой способностью к маскировке, имели хорошее оружие и так далее. Вот так выглядит эта каска. Примерно так же она выглядела и в бою. Все сделано абсолютно антуражно. Взяты мешковые веревки. Оригинальная неискусственная сетка. Но это новодел. То есть кроме самого котла. Сделано все вручную. Это окрашено сейчас. Деколин наклеенный сейчас. Сеточка поставлена сейчас. Если брать коллекционера, который коллекционирует непосредственно абсолютную идентичность того времени. То есть каска, которая изначально с того времени, вот как она была, на ней ничего не наклеена, родной под шлем. То такая каска с наклейкой Деколь, с наклейкой СС, она стоит, ну сейчас на европейских аукционах, около 3000 евро. 2800 по-моему. Без наклейки СС она стоит 1000 евро. Ну не надо думать, что естественно всем экспертам понятно, какой Деколь наклеен сейчас, а какой Деколь наклеен тогда. Да, это видно невооруженным глазом, и мне это видно сблизи, то есть как эксперту. Собственно, отличная каска в коллекции, она не является сильно дорогой, стоит она в пределах 10 тысяч. Всегда можно знать, что эта каска оригинальная, и держать ее у себя в коллекции касок, или просто для украшения интерьера в стиле милитари, в стиле победы, как пораженного врага. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Внизу вы можете найти описание и ссылку на интернет-магазин. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok